Ого, какое классное сегодня утро! Друзья, на канале есть выпуск, датированный апрелем этого года Набрал он уже порядка 180 тысяч просмотров В нем мы делали кресло-каплю Небольшая предыстория, позвонил один из моих зрителей Точнее написал мне в социальной сети И попросил временно дать ему гидравлический трубогиб К которым я гнул вот это вот подвесное кресло Есть видос на канале, можете посмотреть Почему это сейчас в разобранном виде? Все просто, если это в собранном, его начинает от ветра немножко колыхать Эту штуку мы потом поместим с вами в баню, в сауну Она будет стоять, ну, как кресло для отдыха Так вот, начал рассказывать мне о том, чем он занимается Он гнет много профильной трубы Но для мощных, больших трубам нужен гидравлический трубогиб Хочешь согнуть такое же кресло, как у меня Предлагал аренду и так далее Я говорю, нет, давай сделаем по-другому Ты мне дашь свой профиль и гиб, а я, собственно, отправлю трубогиб Все, договорились, поменялись Трубогибом я в апреле согнул кресло-каплю Но были очень долгие у меня поиски самого ротанга Вы помните, я писал об этом Про ротанг чуть попозже Профиль и гиб был самодельный, но очень классный Мне он понравился Единственное, было несколько интересных моментов Первое, он гнул немножечко, заваливая трубу То есть неровно, центробоя не было Понятное дело, раз этот трубогиб был самодельный Точнее, профиль и гиб был самодельный То, конечно же, он имел какие-то погрешности Ну и второе, изучая конструкцию Я хотел себе тоже потом собрать Потому что мы же поменялись ненадолго Мне очень захотелось именно себе иметь такой же профиль и гиб Я посмотрел, конструкция сложная Собрать его без определенных навыков было бы тяжеловато Вот, поэтому эту идею оставил В общем, согнул я себе кресло-каплю Хотя идей было очень много В дальнейшем нужна теплица Я хотел сделать специальный вертлюк Которым можно будет сворачивать шланги в одну кучу И поставить их в хоздворе Но это нужная вещь Времени было немного дано мне на это Поэтому сделал кресло-каплю и на этом пока остановился Очень медленно подвожу вас к главному вопросу И начну видео именно с этого Как известно, все наши мечты сбываются И на днях мне пришел фирменный профиль Труба-угла гиб Ну, в зависимости от установленных насадок Гиббон ПРО Сейчас я о нем немножко расскажу И дальше мы уже продолжим с вами работы По натягиванию ротанга и так далее Чем он выгодно отличается от того, что вы можете сделать сами Или приобрести из того ширпотреба, который есть на рынке Профверсия имеет усиленную цепь Винт ТР27 с трапециадальной резьбой То есть прокат профиля в два раза быстрее и легче Подходит для гнутья профилей и также круглых труб Он способен работать с профилем от 10 на 10 до 60 на 40 Увеличенные валы, заводская закалка Если мы сейчас говорим с вами про профили гиб То им можно изготовить теплицу, парник, козырек, навес, беседку Ну, а также мебель в стиле лофт Если пользоваться трубогибом со специальной насадкой То можно изготовить садовую мебель, шезлон, гамак, подвесное кресло Ну, и подставки и полки Углогибом можно сделать подстолье, рамные конструкции типа тента Ножки, мебель, стол, стул Ну, и садовую лофт мебель, любую В данном случае угловик гиб я не стал брать Мне это не особо нужно Хотя вещь является незавинимой С помощью него можно сделать надежное подстолье Крепкий табурет, прочную раму Ну, или багажник на крышу авто, например Скорее всего, в дальнейшем мы его приобретем Если просто даже говорить с вами о теплице То покупная цена ее 20-30 тысяч Самодельная 8-10 То есть экономия в районе 10-20 тысяч рублей Именно это меня и подкупило при выборе этой модели Как я уже сказал, гиббон это трубогиб для разных задач Гнет не только профили, прутки и швеллеры Но и круглые трубы Диаметром до 48 мм Со стенкой до 2 мм Для работы с круглыми трубами используем специальные наборы валов В них входят три ролика Два ведущих и один прижимной Ролики из конструкционной стали СТ-45, то есть каленые Трубогиб гнет все От профилей до швеллеров и круглых труб Набор не входит в базовую комплектацию Мне пришлось приобрести его отдельно Уверен, что он мне пригодится еще не раз Теперь немножечко о центробоя Для чего он нужен? Для того, чтобы формировать ребра жесткости и ровные дуги То есть для широких профилей до 60 на 40 100% точность гиба При гибке без центробоя широкие профили на 50-60 мм Немножечко уводят Друзья, я взял его сразу Потому что уверен, что он мне пригодится Также интересная штука Это набор стопорных колец Заменяет простые шайбы Которые сейчас установлены по умолчанию в трубогибе Очень хорошо подходит для тех целей Если вы часто меняете размеры профильной трубы при гнутье То есть если работаете с одной Можно пользоваться простыми шайбами Цена очень недорогая этих штук И я подумал, лучше уж сделать сразу полностью весь комплект Чтобы было все отлично и удобно Поэтому взял набор стопорных колец Можно использовать трубогиб как вкупе с простой ручкой Вращая ее и тем самым придавая радиус нашему изделию Также можно просто установить вот эту насадку И ей с помощью дрели или шуруповерта работать Не испытывая никаких сложностей вообще в работе Называется это правильно адаптер для дрели Как работать трубогибом Вот таким образом прогоняем каждый раз не более пол изгиба И гоняем в другую сторону До момента, пока не дошли до края Сделали пол поворота И идем в другую сторону Честно, имея под рукой адаптер Реально хочется сразу же на него переключиться Вот эти катания руками Это конечно здорово Поставлю немножко другой вал Вы не против? Но уже смотрите как радиус получился Ровненько, нигде ничего не зажимает Переставлю сразу вал И скорее всего в дальнейшем я и буду использовать вал под шуруповерт Но это намного удобнее Если вы сейчас видите вибрации То это вибрации от доски бассейна, а не от аппарата Аппарат закреплен очень крепко Check the mic and make sure it sound right, boys Так, ну в конечном итоге мы имеем вот такой радиус Я его сейчас немножко разогнул, чтобы достать с аппарата Но с другой стороны его назад вернуть тоже не проблема И из этого кольца уже в следующих видосах я буду делать вертел для сбора наших шлангов У меня их много Джексон, выйди из огорода Опять малину ешь Я для кого забор сделал? Выходи! В предыдущем видосе, кстати, мы делали забор Так они у меня хранятся, это отвратительно Хочу вот здесь сделать специальную установку Чтобы с этой стороны было окошко А там был вертляк Чтобы шланги затягиваешь и все, и проблем нет Но это же не для удобства Вот так висят, мне очень не нравится Они перегибаются, они так принимают эту форму неприятную Ну и вода в них остается А если сделать высоко, она просто будет закручивать Вода будет стекать Короче, будет удобно Я не знаю, я счастлив Как минимум вот эта штука, она меня восхитила Но как максимум меня восхитил теперь тот набор возможностей, который я теперь имею Это и круглые трубы, это и профильные трубы Это и нужно, если углогиб, он стоит всего 2000 рублей Если нам нужно его докупить, это 2 секунды вопрос То есть просто написал ребятам на сайте Завтра его уже от вам отправили Не скажу ближайшее ли это видео Но совсем скоро вы увидите дальнейшие радиусные мои изобретения И как минимум, я вам говорил, да, свои планы по гаражам Гараж, хранилище для меда Опять гараж Здесь будет хозяйственное хранилище, лопаты, грабли Стена И от этой стены полукругом будет идти теплица Вход отсюда И вот эту теплицу мне тоже нужно будет гнуть Она нестандартная И купить ее просто в магазине Да и зачем покупать в магазине, когда я умею все делать сам Своими руками Очень доволен Ребята, спасибо большое Производители этого замечательного трубогиба Я вас отмечу в комментариях, если можно Если вдруг зрителям это интересно, тоже смотрите там все контакты Все, идем дальше В погоне за съемками качественного интересного контента У меня остаются недоделки И вы это прекрасно знаете Потому что то и дело появляются в комментариях слова Что, Денис, когда ты закончишь с кроватью Вот этой своей парящей кроватью Посмотрите, кстати, очень классный видос, кто не видел Когда ты закончишь подвесное кресло Когда ты доделаешь наконец-то там Те или иные работы И это правильные вопросы И в этом году я хочу все их закрыть Сегодня наконец-то у меня дошли руки до подвесного кресла Первое время для плетения его мы использовали веревку Просто потому, что экоротанг найти было крайне тяжело В конечном итоге оказалось, что компания Которая производит качественный, классный экоротанг Находилась прямо под боком в городе Новосибирске Ребята прислали мне экоротанг «Светлая береза» Благодаря этому сегодняшний видос в принципе и состоится Потому что найти его было мне очень тяжело Кто-то предлагал по 10 килограммов минимум Кто-то предлагал по 15 килограммов минимум Вот, ребята мне отправили именно столько, сколько мне необходимо И самое классное, друзья, для вас Почему я о них сейчас говорю Это то, что у них сейчас скидки максимальные Поэтому я вам рекомендую Никаких промокодов Никаких там знакомств от меня и так далее Просто позвоните в компанию И посмотрите, какие цены Полипрофиль Ссылку я тоже оставлю в описании Рассказываю это реально Потому что там цены вкуснейшие И сейчас в этой компании планирую выбрать еще две расцветки Никогда раньше не крутил вообще полиротанг Простите меня, мастера Которые делали это уже не раз По ходу работы сейчас Пишите в комментариях ваши советы Что я делаю неправильно И на чем мне стоит поработать Но помогать мне сегодня будет Евгения И будем делать вместе все И смотри, не на ножку А вот так Вот так делаем И это уже должно, наверное, не развалиться Все, отрезай И будем набирать уже ротанг В интернете советуют набирать ротанг В два вот таких маха Руководствуясь это тем, что его просто удобнее будет прогонять по профилю Может четыре? Может вдвоем? Давай четыре делаем Да, четыре твоих делаем Пруд же нам пока не нужен Или только на заготовку Давай его пока уберем вообще Мы же сейчас будем просто плести сначала каркас правильно Это временная мера Мы потом это уберем Вот эти крайние штуки мы сейчас не крутим Они пойдут у нас позже Сейчас у нас нужно протянуть вот эту основу Что мы сейчас делаем? Разделим каждую дугу на отрезки по 10 сантиметров И тут у нас будут потом находиться перемычки для вкручивания уже самой оболочки нашего кокона Не, ну мужики меня поддерживают, ребят, ну смотрите, ну реально Видите, это женская сантиметровая линейка Это реально женская У нормальных мужиков У них всегда отметка идет там, где циферка, правильно? На всех рулетках Но у женщин она вот тут между 10 и 11 Мы же отметили бы, я бы вот тут отмечал на десятке Ну где сплошная, там цифра заканчивается А у меня где цифра, там и должна быть То есть если бы мужики изобрели эту рулетку Они бы, знаете как, десятку бы сделали там, где сплошная Она бы вот тут по центру была бы и полоска Ну реально, это женщины изобрели Это же шитьевская ваша Ты понимаешь, просто когда ты прикладываешь Чтобы здесь и здесь было, ну вот, отмечено Вот я бы отмечал, цифру видно, цифру? Вот полосочка, хоп, отметил, правильно, хоп, отметил Ну, короче Не с нашей планеты вы, девчонки Не с нашей, ох, не с нашей Едем дальше О чем я говорил, друзья, про трубогиб Смотрите, подложил полотенце Потому что круг все равно неровный Если часы отпустить, она будет стучать постоянно Вот ровная поверхность, на ней лежит кольцо Которое кривое Так, выставляю на 400 градусов Все, а я начинаю уже жестить Тут натягиваю И вот тут натягиваю Все, она прям завязалась Все, и поехали крутить Подошли к маркеру Теперь поднимаем здесь И делаем три виточка Под Раз, два Вот, три Все, это забираем И я уже кручу над Можно периодически подтягивать Ну, конечно, это мужская работа Ясно, что девочке, конечно, одной здесь Не победить Начинать надо примерно, когда отрезок остался 30 см Теперь мы ее укладываем вот сюда Затягиваем Затягиваем Вниз Да, здесь еще пока вниз Вот, три оборота сделали Еще делаем пару Хоп И вот здесь уже Да, вот так И все, и поехали Теперь вот сюда И получается, мы и тут зацепили И эту зацепили Кстати, все штучки пока оставляем Обрезать ничего нам не нужно Самая работа, ребят Это у Евгении Посмотрите, что она там на заднем плане делает У меня единственная важность Это руками крепко держать А у нее прям суета Ну, кстати, я хочу сказать, что при даже такой работе Я уже вспотел Я не знаю, правильно это или нет Но я выработал еще один момент Каждый раз, подходя к черной метке Которой мы заправляем ротанг Я наматываю несколько витков И делаю натяжку дополнительно И они, поверьте мне, немножко протягиваются сильнее Ну, сейчас работа творческая, простая Я буду показывать в основном узлы Потому что вот это мотание, оно очень простое Просто мотай, мотай, не забывай про маркеры Интересно будет места соединений И интересно будет кручение основного обода Теперь, смотри, берем Вот так А вот эту вот так И все Едем дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, момент Вы можете видеть Вот такие вот вещи, которые сейчас выпирают Не понять откуда И непонятно зачем Суть в том, что чуть попозже Мы покажем, как это все ликвидировать Совершенно незаметно Но знайте, что бояться этого не стоит И без них у вас не получится В любом случае будут места соприкосновения Места стыков И они решаются именно вот этим вопросом Я уже показывал, как мы это стыкуем Но самый прикол, что пока я сейчас крутил Обратил внимание, что если бы вот этих не было Я бы и не заметил этих мест Их не видно В остальном совершенно нет никаких проблем Может быть даже давить сильно и не стоит Может это просто я так замороченный Что хочется прям, чтобы на века Получается вот все аккуратно И, ну я не знаю Мне кажется, как-то по-магазинному даже Осталось нам всего вот два Сделать ребра И начнем уже крутить основной обод И потом связывать все это паутиной Так, все, крутим дальше Мы сделали плетение второстепенных дуг Теперь будем плести основную дугу Но мы придумали, что будем плести ее особенно Мы используем 8 полумесяцев И они будут идти с каждой стороны Переплетаясь в шахматном порядке Не знаю, получится нет Будем пробовать Под прут мы решили подкладывать прутки Вот так Сейчас будем крутить И пока они пусть будут формироваться Получилась такая у нас шахматная перекрестная партия Ставили пока пруток Ну то есть, чтобы потом было проще В принципе, можно уже, наверное, выдергивать Но я пока думаю, что пусть они будут Вот на эту работу с утра Мы начали играть часов в 11 Сейчас уже 7 За сегодняшний день мы вдвоем успели сделать вот столько Это при том, что у нас опыта ноль Руки устают чуть-чуть у меня Но опять же, посмотрел в интернете Как делают многие уже знающие люди И понял, что я очень сильно натягиваю То есть, много внимания уделяю натяжке Многие просто крутят, не заморачиваясь Я записываю сейчас моменты Которые у меня просто по ходу появляются Чтобы для вас Для тех, кто будет это повторять Наш путь Возможно, помогло Вот начинать обвязку основы Главной фасадной основы Скорее всего, правильнее снизу Потому что сейчас мы низ уже пройдем на опыте Вернемся к верху И вот здесь мы будем уже что-то изобретать И когда мы повешаем кресло Низ будет немножко закрываться подушкой свисающей Там можно было и накосячить А вот здесь мы накосячить не имеем права Тут должно быть красиво Поэтому, скорее всего, нужно было, наверное, снизу начать Пройти вверх уже сходу И опять внизу уже завязывать все это дело Иными словами, здесь нам придется потрепаться сегодня Ну, вы все это увидите дальше Но я хочу показать, как идет работа Я не знаю Я вообще восхищен тем, что мы решили все-таки делать шахматный вариант ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, пару слов про финальное заворачивание В общем, ничего не обрезая Поддели где только можно И в конце просто просунули под несколькими Уже скрученными вариациями вот такими Наверное, еще одну сделают Но это уже прям будет просто на века Можно обрезать, подпаивать Конец Сейчас здесь немножко запаять Это на века Все вот эти косячки, которые остались Если даже они есть Они все закроются плетенкой Обрезаем И здесь просто зажигалкой Вот сейчас, наверное, не совсем удобно Потому что я снизу вверх это делаю И никто это даже видеть не будет И она уже никуда не вылезет Она не вылезет даже потому, что она Один конец здесь А второй конец захвата Он находится где-то вот тут Расстояние не слабое Но еще и вот это подплавление Оно незаметно визуально Ну, в общем Ничем даже не выделяется Так, можно это делать феном И третий вариант Можно это делать простым Электрическим паяльником Мне сейчас зажигалкой удобно Подытожим немножко Получилась у нас, значит, вот такая конструкция Теперь у нас осталось Два главных дела Первое Необходимо сейчас прошнуровать Это все плетенкой Сделать красивую плетенку От нее очень многое зависит Эстетика самого кресла И второй вопрос Это изготовление подушек Евгения приобрела Вот такую вот красивую ткань Подготовили мы все машинки Для этой работы И сейчас этим займемся Но сначала, наверное, будем провязывать Да, провяжем, сошьем, уложим Будет красиво Как советуют некоторые вязальщики Можно брать по 12 примерно 13 витков У нас будет примерно тогда одинаковый размер 12 витков это самое оптимальное для начала Так, смотрите, друзья Мы выбрали центр Протянули здесь первую вдоль центра Завернули ее здесь И теперь каждый раз она будет проходить И уходить на какое-то количество звеньев Я имею в виду по главному контуру Здесь же будет по каждому контуру Сейчас прошнуровано В конце мы это все переплетем Вот такой вот восьмеркой Этим мы занимаемся И скорость по натягиванию Сильно большая не должна быть Потому что перетирается Обычно, когда быстро Боялись, Жень, что у нас будет Вот здесь некрасиво Не так уж она и страшна Тем более, я сейчас радиусами Все это начнем завинчивать И будет шикарно Совет очень быстрый Но который мы заметили во время работы Делали всегда по 12 витков Попробовали сделать 25 В два раза больше, чтобы нам было удобнее Чтобы для понимания 25 витков Это примерно около 30 метров Почему я это знаю? Потому что у нас от зала до коридора Как раз 15 метров дом В общем, при прогоне Немножко натирает опорный вот этот узел И советую все-таки делать 12 витков 13-12, не более И будет все хорошо Так, смотрите Мы здесь также сделали Как и внизу Это для того, чтобы сейчас кидать продольные У нас осталось какое-то количество прута И его мы теперь просто кидаем Так же с клеткой в 10 на 10 Да, вот туда по краешку Да, вот туда до вязки Прямо по наружке Не надо никакие просовывания Сейчас делать вообще совершенно Да, местами можно скрепить Если сейчас будут разваливаться Скрепим Не будут разваливаться Значит будем просто так оставим И здесь мы цепляем Как раз вот за эту вязочку Которую мы сделали Это временная мера Мы потом это уберем Это все мы сделали глобусом Это везде идет сейчас сверху Для чего так делается И почему мы не переплетали все вместе Чтобы просто потом не запутаться Теперь, когда мы закончили последнюю И у нас осталась часть прута Она у нас идет Теперь в каждом квадрате Который мы только имеем Она делит верхнюю и нижнюю часть квадрата Видите, вот части квадратов Она делит уже переплетаясь каждый раз Через проволоку Вот Так как у нас больше эллипсовидное кольцо У нас не хватает полностью прохода до низа Соответственно, что мы делаем Мы просто доходя до финального обода Здесь заворачиваемся прутом И поворачивая идем теперь туда И так будем делать несколько раз После чего, когда мы сделаем несколько диагоналек И нас это уже полностью устроит Мы пойдем уже наконец-то плести нашу паутину Паутина у нас будет вся радиусная Такая интересная Вы потом все это увидите Хочу еще раз заострить внимание на том Что это творчество Здесь нет какого-то определенного канона Как нужно делать Есть определенные правила и своды Ну, например, как я и объяснил Это заплетение все в единое целое То есть в конечном итоге Взявшись за любую из частей Должно пойти все Не просто, как сейчас вот одна пошла нитка А должна пойти вся плоскость И этим самым мы будем понимать Насколько правильно мы это вяжем Все, сложностей больше никаких Для того, чтобы заниматься этим ротангом Нужно просто иметь творческий настрой Этого вполне достаточно Для того, чтобы у вас все получилось Эко-ротанг прощает большое количество ошибок Поэтому где-то, если вы ошиблись Сделали что-то не так Это все потом будет незаметно Сейчас будем плести И я потом подробно еще остановлюсь Уже на самой паутинке На завинчивании паутины Всего лишь на пару минут мы с креслом закончим И пока у нас солнечный приятный денек Я вам покажу кое-что из уличной своей осенней работы Последние осенние деньки Осталось совсем немножко времени До начала нашей красавицы белоснежной зимы В рамках адаптации своей замечательной супруги К деревенским реалиям Я решил познакомить вас с садовым электрическим измельчителем Версии ПРО от компании Хетр Женя уже им занимается Она таскает сейчас с компостной ямы Все, что когда-то набросала туда Прям длинными ветками И мы это превращаем в мельчу Которой, которой в свою очередь Мы сможем потом посыпать наши теплые грядки Или сделать теплые грядки, другими словами Чем интересна модель ПРО? Тем, что у нее не просто какие-то винты вращаются И быстро со скоростью 3000 оборотов Режут любую ветку А здесь стоит прям полноценный Вот такой шнек Который с помощью асинхронного двигателя Просто превращает ветки в мельчу И мельча сваливается не просто на пол, друзья Жень, ну ты иди уж сама похвали своим аппаратом Которым ты уже всю неделю пользуешься Она превращает это в мельчу Которая сваливается в контейнер Контейнер имеет специальную систему защиты И без него ничего работать не будет Это первое Второе, тут есть настройка толщины мульчит Модель самая тихая в своей линейке Вообще из мельчителей Несколько степеней защиты И обратное движение в случае Если что-то там все-таки застряло Вот таким образом Женя потом это все дело Там утрамбовывает Руку туда, конечно же, пихать нельзя Зрители очень много с дровоколом писали Нехороших комментариев Что якобы мы не засунули туда мощные чурки И не в полной мере проверили аппарат В общем, сегодня мы с вами специально Будем использовать самые максимальные ветки Вот такие мы сегодня диаметры будем сюда пихать Работает очень негромко Мы можем спокойно разговаривать Меня слышно? Меня слышно? Слышно Единственное, что производитель советует Не пихать туда землю Да Землю, металл, пластики и так далее Ну, начнем мы, наверное, по ходу работы С компостной ямы Помидорной Всякие огуречные Все, что нам нужно измельчить Не-не-не, палкой Вот туда Пошли уже веточки покрепче Да, это что у нас? Яблонька поехала Тогда что, надень-ка вот это, а? Смотри, для того, чтобы его закрыть Нужно поднять вверх Для того, чтобы его открыть Здесь написано, чтобы заработал аппарат Нужно вверх поднять Помнишь, мы с тобой с тобой Немножко не для всех, это понятно? Ну да Короче, вот какая у нас получается мульча Ну, не очень мелкая Ну-ка, там настроить надо Да, мы можем настроить Если мы хотим мельче Вот это вообще он не съел А он ее помял просто А она была, видишь, там же Прижим к стенке Там можно настроить Если ты с мелкой работаешь Ты просто прижим к стенке Делаешь максимальный Тогда он будет ее кусать Так Ой Кто закроет? Молодец, все Кто включит? Можно? Давай На какую? На зеленую Жень, смотри Если он чувствует, что что-то застревает Сюда нажало А, быстро, да И потом вот этой кнопкой Он выехал Он не работает в режиме Видишь? Он работает только в режиме вытаскивания Потом опять эту А, официальная защита какая? Да, от воды Давай, сын Так, ну что? Когда начнем испытывать его На страшные какие-то На серьезные доз Давайте начнем Уже начнем? Ну, постепенно Давай, дам О, Элина хочет попробовать Тридцаточку, да? Сейчас, сейчас Это явно Тридцатый сантиметр Сейчас, Элин, подожди Мама скормит вот эту Давай, дочь Корми тридцаткой Вот сюда Вот сюда вот Вот сюда вот Отходите Ест, смотри, ест Но говорят, после того, как ты ему скормил Что-то тяжелое Надо дать ему 3 минуты на легком Джек Да, молодец Молодец, Джек Кто это? Что он делает, Джек? Кто это? Молодец 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 Да, вот Убийца веток, да? Твои ветки грызет, считай Он твои ветки забрал Твою пищу Ну все, все, все Все, умница, умница Молодец, Джек Ну ты так не сможешь, Джек Ты так не сгрызешь А он может Работа с аппаратом превратилась в какое-то развлечение для семьи на сегодня Наушники не нужны Давай эту напоследок, сын Она не войдет Она не войдет Съел Джек Джек Просто у него конкурент появился, который палки у него грызет Хочу сказать, что жрет он, конечно, прожорливая машинка Давай, включаем Это Никита Давай, сын Пробуем мощную палку и дадим отдохнуть аппарату Елена, тойди, пожалуйста Давай Вот прожорливый-то парень Давай, кидай, Элен Стоп, вот смотри, заела первый раз Но мы еще раз попробуем Съел Там просто стучок попался и он заел Давай, смотри, что получилось Так, глянем предварительно, что у нас произошло Элен, вниз и на себя Прям хорошо Прикольно, такая щупа Вот Так, и это у нас получается, Жень Для теплых грядок или это как? Теплые грядки, я так понял Можно на компостную яму, они быстрее будут перегнивать Джек Вот такой вот получился у нас измельчение крупных веток То есть быстрее просто перегнивает, да? И тебе компост будет быстрее формироваться Прикольно как будто Но он просто грызет и все, смотри Вот на такие двухсантиметровые бруньки Ясно Ну все Так, что, догрызаем остальное? Друзья, забыл сказать, что на все мои приобретения, которые только есть на видосах Ссылка всегда есть в описании Я со своей веткой пришел Я тоже хочу ее скормить Вот, смотри, он не подходит, он больше Все Теперь я скармливаю Джексон, ну мы все равно ее сгрызем Так, друзья, если у вас у кого-то возник вопрос, что у нас там в баке горит, что вы якобы сжигаете все там На самом деле там просто от шашлыка от вчерашнего остались угли, мы их подожгли Ребят, вот честно напишите в комментариях, многие ли пользуются измельчителями в своей жизни Я разговаривал с другом с Кемеровской области, так он сказал, мы все мельчим и мы там фанаты огорода, у них там все измельчается, молодцы Поэтому я и загорел с такой штукой и думаю, что она очень сильно пригодится Жене в огороде вообще, в быту Вот, так, ну что, еще скармливаем? Отобрали Поехали По-моему, он не проходит, дочь Или проходит? Да, удержите Давай, пихай Нет, так нельзя Ого, выплюнул Подожди там А, я думал, намотало, нет Нет, она просто зацепляется Смотрим, что у нас получилось Сын, давай Вниз Не забирай Вниз И на себя Подожди, а здесь нужно, да, вот так, хоп Объясню, друзья, почему у нас этот аппарат имеет такую блокировку Вот, смотрите, видите Все шнеки находятся вот здесь Да, и чтобы туда руку никто не засунул Для этого стоит эта блокировка Все Так, ну я понес Вот так взял его И смельчой пошел В компост Назад Не торопясь И блокируй Хоп, все Справится хоть кто Вот и все Вот аппарат отработал Считай, что полчаса И мы перемололи вот эту всю большую кучу Которая лежала у нас около Огорода на сегодняшний день Как вы понимаете, вариант с этими кустами у нас был простой Либо положить их в компостную яму в таком виде Либо их изрубить на дрова В баню Но нам они не нужны были для таких целей Либо засунуть их в бак и просто сжечь Мы же выбрали теплые грядки Превратили это в компостную часть Вот и все Так, ну а мы продолжаем нашу дальнейшую работу Предложил Жене повешать кресло Посмотреть, как это выглядит Мы увидели некоторые косяки Но мы знаем точно, что сейчас, когда мы пойдем уже радиусами Эти все косячки, конечно же, исчезнут полностью Тем более тут будет большая классная подушка И сейчас мы просто вот такими движениями Переплетая каждый раз Змейкой, так скажем Будем все это дело заполнять Просто змейкой И в конечном итоге у нас получится заплетенное кресло Пока это выглядит вот так Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, в общем готовность у нас вот такая Сейчас Некоторые вот эти моменты я еще не сделал Потому что у меня вопрос Может быть стоит еще немножечко прошнуровать Женя, как ты думаешь? Будем шнуровать еще? Да Будем шнуровать Поэтому, короче, мы прошнуруем И вот эти все штуки еще заплавим Просто паяльником заплавим их Вплавим друг друга И будет все здорово Пока я занимался на улице своими вопросами О которых вы скоро увидите Полный видос Женя занималась подушкой Зай, ну все Давай ее вкладываем, наверное Показываем то, что получится И И протестим Вот такую подушку Женя сшила Она у меня вообще рукодельница И молодец Хоп Красота Ну и все Прыгай Нравится? Мне очень нравится Я считаю, что мы сделали то, что мы действительно и хотели сделать Надеюсь, этот видос вам понравился Ставьте лайки Подписывайтесь на канал, кто не подписан Мы очень устали Но мы счастливы У нас появилась новая мебель Причем, кстати Кстати, стоп, стоп Я еще не прощаюсь Цены Подбили небольшую калькуляцию Я вам сейчас ее распишу На металл ушло 1150 Это вот на вот этот профиль 20 на 20 Потом цепь у нас вышла в 570 рублей Тут метр цепи Дальше у нас ротанг 4000 рублей Ну, потому что килограмм стоил 400 рублей Сейчас он, кстати, дешевле на сайте, по-моему И мы купили Мы взяли 10 килограммов По 5 килограмм того и того Но у нас останется ротанга Да, у нас Вот столько ротанга У нас еще осталось То есть хватит еще на одно кресло Вообще с лихвой Ткань вышла 2500 Это уже Женя занималась этим вопросом Синтепон 2 И поролон 700 То есть подушка вышла в 5200 Не знаю, сколько она в магазине продается По какой цене Но наша усовершенствованная В ней еще поролон И она прям плотная В ней реально находясь Не чувствуешь металла Вообще нисколько И... Поролон там тройка Да, трехсантиметровый поролон Цена получилась 11 тысяч рублей За вот это мероприятие И возвращаясь к вопросу трубогиба Который нам теперь хватит и на теплицу И на все мои другие поделки Которые я хочу в ближайшее время завершить С учетом даже покупки, например, этого гиббона Трубогиба У нас все мероприятие Это не вышло за предел 20 тысяч рублей Теперь просто для интереса Зайдите на любой сайт Который занимается продажей Этих кресел И посмотрите ценник За вот такое кресло Оно реально для двух человек И будете приятно удивлены Что вкупе с трубогибом И всеми покупками Вам будет это Намного выгоднее и дешевле В общем, мой вердикт такой Я доволен Мне понравилась эта работа Мне понравилось, что мы в итоге получили И мне понравился опыт Который мы приобрели То есть теперь делать Ротанговую мебель Для нас вообще проблем никаких не состоит Еще один момент Вот оставшийся ротанг Скорее всего у нас уйдет на Вазоны Вот видите там Ваза стоит с цветами И возможно еще какой-нибудь вазон приобретем И тоже сделаем его этим Полумесяцем Вот таким плетением И все И у нас получается дизайн такой будет Уже основной вместе Вот а теперь Уже сказав вам Основные важные моменты По этому креслу Я могу с вами Уже попрощаться До скорых встреч Увидимся с вами через пару дней Ну может быть неделю Все, пока, пока Субтитры сделал DimaTorzok